Целевые стипендии на обучение по программе «Спортивный менеджмент», которая, кстати, впервые будет преподаваться на русском языке, получили инструкторы, тренеры, преподаватели спортшкол, мастера спорта, многократные чемпионы различных первенств. Среди них известный сочинский футболист Утари Пруидзе. Спортсмен имеет звание чемпиона России, а также тренера года. Утари завершил карьеру профессионального футболиста и сегодня занимается с местными мальчишками. О проблемах сочинского футбола знает не понаслышке. Главное, считает нехватку площадок. Уверен, новое звание спортивного менеджера, которое он получит через 10 месяцев, поможет ему решить и этот вопрос. Я уверен и думаю, что здесь очень серьезные знания дадут. И потом можно будет эти знания провести и за рубежом, и в своей стране. Наталья работает в детской спортивной школе номер один. Сама мастер спорта по палеотлону. Считается перспективным специалистом. Говорит, день, когда узнала о возможности получить диплом международного образца, отныне считает праздничным. Здесь уникальная возможность получить знания, наверное, мирового опыта в области спорта. Мне очень хочется этого. Чтобы у нас спорт развивался в нужном русле. Возможность повысить свою квалификацию на таком уровне сочинские представители спорта получили благодаря сотрудничеству Олимпийского университета и городской администрации. Новый этап в развитии карьеры. Уверена, руководство Сочи позволит стипендиатам стать востребованными специалистами. Надеемся на вас, что вы как раз и будете теми, кто начнет мыслить по-другому, кто начнет предлагать свои проекты и кто будет реально идти и делать. Я хочу сказать, что пожелать нашим 11 направленцам из администрации города, из наших учреждений спорта, конечно, успехов и удачи. Ну, что еще сказать? Добрый путь, наверное. Первую практику студенты пройдут на сочинском этапе Формулы-1. При отборе мы ориентировались на то, что это люди, которые действительно работают в спортивной индустрии и будут моторами ее развития. Это лучшая программа на сегодня в стране, ну, я могу сказать и в Европе на самом деле, потому что такого набора преподавателей, как по английской версии и как на русской версии, нет ни в одном университете мира. В Сочи необходим кадровый потенциал, в том числе и для эффективного управления объектами олимпийского наследия. Квалифицированные специалисты нужны, отмечает Анатолий Пахомов, и для проведения международных соревнований, которые пройдут в нашем городе еще не раз.